Подготовка города к курортному сезону. Всем приятно, когда улицы не напоминают пёструю ярмарку, а пестрят дома и магазины часто от рекламы. Сравнительно недавно предприниматели практически во всех регионах страны освоили дешёвый способ заявить о своём товаре. Речь идёт о плёночке на витринах. Так был запущен механизм превращения внешнего вида улиц в мозаику без скусицы. На фасадах зданий, фасадах домов плёнки не должно быть, окна должны быть чистые, очищенные от рекламы. Только мы всем рекомендуем большие яркие настенные вывески, тем самым поддерживая федеральную законную рекламу и местные правила благоустройства. Информационные наклейки обращают внимание предпринимателей. Необходимо соблюдать федеральный закон о рекламе и решение Совета муниципального образования. Установка эксплуатации рекламных конструкций без разрешения запрещена. В большинстве случаев предприниматели с пониманием относятся к замечаниям и в отведённые сроки самостоятельно устраняют нарушения. Если предприниматели заклеили окна рекламной плёнкой, то мы должны письменно уведомить о нарушении, вручить предписание о демонтаже рекламной конструкции. У них будет месяц на устранение нарушений. Если в течение месяца не устраняют, то наша служба выезжает, и мы демонтируем рекламу незаконную. И вот очередной объект, где сроки устранения нарушения вышли. И вышли не вчера. Плёнку своими силами владельцы торговой точки не убрали. Обсуждение темы нарушения закона рекламы вызвало бурную реакцию людей, вероятно имеющих отношение к магазину. В данном случае мы демонтируем своими силами, так как прошёл срок по предписанию. Сотрудниками муниципального учреждения переходим на соседнюю улицу, где витрины магазинов также пугали пестротой и плёнкой. В этом случае, как и в большинстве других предпринимателей, обратили внимание на замечания оперативно и исправили ситуацию. К слову сказать, когда уходит светистость и вычурность, приходит изысканность. Вадим Иванов, Роман Беркалеев, Анапа. Регион.